Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Здравствуйте. Меня зовут Александр Борисович Гаврилов. Звоню вам по поводу ваших долгов перед роботом, конкретно долг, я имею в виду, на текущий момент. Ко мне обратились они с целью помочь вам договориться, скажем так. Вы вообще кто, помимо того, что Гаврилович? Я? Я человек, к которому периодически обращаются различные организации, коллекторские агентства, банки. Почему беспредельщики? Я какой-то беспредел сейчас оговорил? Да нет, у нас либо взаимодействовать могут коллекторские агентства, которые у нас зарегистрированы официально, либо кредитор может звонить, либо они могут по цессии переступить. А так, чтобы всяких Гаврюхиных и Гавриловых привлекали. У нас не положено в Российской Федерации, не предусмотрено законодательство. Только, а вы представляете, как, не положено еще и... Ну, давай, повзаводействуем. Почему... Ну, проявите себя, говорите. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, свято Алексеева. А почему же вы не обращаете внимания на такие вещи, когда в просточку попадаете? Почему вам в этот момент на закон все равно? А вот когда... Ну, если я нарушила пункт договора, мне судья обязательно в случае обращения к кредитору в суд обязательно укажет. Какое именно? Ну-ка, расскажите-ка мне о нарушениях. Какое законодательство? Гражданское законодательство? Да, вот именно. Если я его нарушила, судья мне расскажет об этом. И пальчиком погрозит, да? Значит, судья, вы не можете открыть гражданский кодекс, кстати, из Федерации, прочитать? А, я их наизусть знаю. Можем даже с нами сейчас по тренироваться. Смотрите, 39, 310. И что? Если я нарушила, мне об этом скажут. Или 3014, то может быть. А Гаврюшкины мне не будут говорить о нарушении законодательства Российской Федерации, да. Давайте о дочке вашей скажем. Ну позвони. Может быть, они не будут интересны. И в такие же федеры, как ты, вы только и можете дочке, маме, папе и бабушке. А потом говорите, я мой жмик, я такой храбрый. А я сначала им позвонил. Да, а кому ты дальше позвонишь? Ну-ка, расскажи дальше. Я тебе вопрос задал, любовь. Я сначала им позвонил. Кому ты тыкаешь? Кому ты говносос пикаешь? Ебей, я тыкаю. Ты ж мне сама. Подорвался, да? Взорвался? Все, буря эмоций. Хлебала красная. Иди покури, перезвони. Ой, нервный смех. Вот баба базарная. Ой, как похочет. Не уписался там? Или ты в пантерсе? Да, любовь, любовь. Неужели ты думаешь, что ты способна мне сказать что-то такое, что я никогда не слышу ни от того? Придурь. Клоун. Решил, запой спалай. Денег нет у тебя, да? Любовь. Ну пойди на работу, ты устройся. Мне реально плевать на эту хрень. Почему у тебя не получается? Не берут образование, что ли, нет? Что ты на бабушку такой пришел и позваниваешь мать и мать? Так и есть. Ну, стремно. Ну, стремно. Так и есть. Согласись. Так и есть. Хлебать хочется. Вообще, 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 так и есть. Ну, что дальше, ты искатель, договорился? Я хочу, чтобы ты свой добрый, ну. Все очень просто. Да мне твои хотелки. По барабану. Кто ты такой есть, чтобы ты хотел? А дочки твои как? А твоей как? Ты своей дочке-то рассказываешь, кто ты есть. А у меня нет дочки. Да у тебя вообще ничего нет. А у меня нет. И живешь ты в подвале. Да нет, вечера нет. Да, да, так и есть. Ну, все. Вообще, на улице сплю. Ну, понятно. Да ты сам дом. Поэтому ты с ними в обнимку и спишь. Грейте друг друга. Да, по вечерам тебя в ходу словно на березу ставят и егут. Да, да, да. Потому что ты пидор. Да, да. Ну, все. Да, да, да. Он такой договориться позвонил. Да, про законы мне кодекс знают гражданские. Какие слова ты не знаешь. Я думаю, что тебе пидорца по уголовному кодексу за вымогательство привлекут однозначно. Давай. Да, давай. Интересно. Интересно. И что же я у тебя вымогаю? Денежки вымогаем под угрозу распространения информации обо мне. Я у тебя животные деньги вымогаю. Конечно. Ты животные, я у тебя раз в деньги вымогаю. Все, не боись. Да что ты говоришь? Так что ты говоришь? Я у тебя денежки вымогаю. Давай, посади меня. Ты ходил уже на вебропозоне-то, ножка не топал, да, в территории. Не меня, говно. В какой камере ты сидел? В петушиной, поэтому у тебя смех такой истерический. О, ну понятно, понятно. Сначала с университет начинал, а закончил тем, что тебя опустили. Вышел с зоны, на работу не берут. Все знают, что ты петух, пидор. И поэтому ты таким образом подрабатываешь. О, как рассмеялся. Истерика у мальчика. Кто рядом сидит, помогите, пожалуйста. Человек, успокойте. Вызовите ему бригаду. Избегу, сломаться. Чтобы они его подлечили. Истеричка. Девочка истеричка. Ну, блядь, ну. Ну все, петушарь, прожняйся. И иди, виляющей походкой в своих обтянутых ритутиках нахуй. Что ты с этим сделаешь? Ну как не пойдешь? Сейчас не взыщешь, тебя выебут за это. Ну так, возьму не пойду. Что ты мне сделаешь? Что ты мне не выйдешь? Да как не выебут? Никто меня не найдет, понимаешь? Твои боссы не выебут. Как тебя сотрудники полиции найдут? Потому что ты столько-то рассказал, придурок, ты еще неопытный взыскатель. Настолько неопытный. Что такие, как ты, обычно сначала смелые по телефону, а потом почему-то грустный взгляд понише. Конечно, конечно, конечно. Ебальнички вниз, глазки опускают. Ага, когда нарусники... А когда нарусники на их лапах застегиваются, тогда слезки начинаются почему-то. Не знаешь, почему вы слезки начинаете? Обыскать тебя, если никто не искал, тварь. Ты на меня первый раз попал. Держи мне. Понятно тебе? Получается, а? Тебе говорить, с тобой разговаривать, ниже моих доходов. Поэтому снипайте отсюда, быстро. Фу, блядь.